Это актуальное интервью в студии Сергей Мехедов. Здравствуйте! На следующей неделе в Якутске состоится 8-й республиканский патриотический слет учащихся и молодежи Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения ЮНАРМИ. ЮНАРМИЙцы будут участвовать в различных спортивных и культурных мероприятиях, конкурсах, турнирах, мастер-классах. В рамках слета планируется множество мероприятий. Подробнее о слете мы и поговорим. В этом году есть в студии Александр Кузьмин, начальник регионального штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения ЮНАРМИ. Александр Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте! Республиканский патриотический слет учащихся и молодежи военно-патриотического общественного движения ЮНАРМИ. Когда он проводится? Каковы цели и задачи такого мероприятия? Данный слет у нас проводится в соответствии с единым планом мероприятий в сфере патриотического воспитания, утвержденный главой республики Сахаякуттия. И у нас, по истории, впервые слет у нас был проведен как патриотический слет молодежи в 2016 году, а потом был проведен и для школьников, и для студентов молодежи, и сейчас проводится именно под гиды движения ЮНАРМИЯ. То есть у нас есть Российское движение ЮНАРМИЯ при поддержке Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Сахар-Якутия. И главной целью является, конечно же, создание условий для укрепления и развития системы патриотического воспитания в молодежной среде, а также формирование духовно-нравственных ценностей для подрастающего поколения. Вот когда пройдет республиканский этап слета? Подготовка слета уже началась с весны этого года. У нас были направлены соответствующие письма. У нас делегации уже начали готовиться к концу учебного года. Проводились муниципальные этапы в муниципальных районах. И республиканский слет у нас состоится ежегодно. Мы планируем в сентябре, это начало учебного года. 20-22 года в сентябре у нас будет якутский республиканский этап. Мы всех ждем, поэтому готовимся. А вообще сколько заявок поступило на республиканский этап? Отрадно, что в этом году у нас очень много заявок о северных отдаленных районах, такие как Аннабарский, Оленекский, Булунский, Олегминский, Момский, ну и другие наши заречные, западные, центральные районы будут принимать участие. Всего 20 заявок. У нас поступило это 200 детей, у нас будут прибывать и со своими руководителями, делегацией, сопровождающими. А вообще как идет отбор делегатов слета в районах? Отбор очень серьезный, потому что они будут представлять свои муниципальные районы на республиканский этап. В каждом муниципальном районе были проведены соответствующие муниципальные этапы, то есть их отбирали не только из числа юноармейских отрядов, но и военно-патриотических клубов. Ну и других команд образовательных организаций. То есть здесь могут быть, как и одна команда от образовательной организации, могут быть и сводные команды от всех школ данного района. Поэтому сейчас мы надеемся, что команды очень сильные будут презентовать свои результаты, итоги деятельности за этот год на слете. Ну как минимум это будут лучшие команды внутри района, лучшие из лучших получается. А где будет проходить сам слет? Слет у нас будет проходить на базе нового призывного пункта. Это улица 50 лет, Советской армии 86, друг 4. Помещение очень соответствующее, подходящее. Есть плац, есть отдельные помещения для размещения, столовая и прилегающие территории, которые позволяют проведению слета. А также мы основные мероприятия также планируем провести в Якутском промышленном техникуме. И не десятки, но там будут проводиться спортивные соревнования. И закрытие слета у нас планируется на базе мультимедийного комплекса «Россия. Моя история». Несколько локаций, это очень интересно. А вообще, что в себя включает слет? Какие будут соревнования? Программа очень насыщенная. В этом году мы также по традиции проводим республиканскую игру в рамках слета. Это военно-спортивная игра «Защитник Отечества» совместно с Якутской кадетской школой «Интернат». Нашим региональным штабом юнормии. А также в этом году будет проводиться под эгидой общероссийского общественного государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Это новое движение, которое объединяет всех детей и молодежь, а не только в нашей республике, но и по всей стране. Это масштабное движение. Помимо «Защитника Отечества» наши юнормейцы будут принимать участие в четвертом республиканском юнормейском турнире по гиревому спорту. Это «Рывок». Здесь также мы надеемся, что приедут очень сильнейшие команды наши ребята. А также будет проводиться республиканские соревнования по страйкболу. В прошлом году мы также проводили. И республиканский смотр-конкурс военно-патриотических клубов и юнормейских отрядов, где наши военно-патриотические клубы и юнормейцы будут презентовать свои итоги работы на этот текущий учебный год. А также мы планируем в этом году также, как и в прошлом году, открыть в рамках российского проекта «Граффити-защитник» стену, мурал, рисунок, посвященный нашим участникам специальной военной операции. Это федеральная площадка. Здесь проект уже готов. Художник к нам уже прилетит в понедельник с Москвы и будет рисовать совместно с нашими юнормейцами нашего героя, геройического погибшего в зоне специальной военной операции Данилова Василия Васильевича. Поэтому мы готовимся очень серьезно. Наши конкурсанты, участники, делегации тоже. Мы их всех ждем уже на следующей неделе. Программа очень обширная. Также будут проводиться различные мастер-классы в рамках образовательной программы «Школа юнормейца». Здесь наши социальные партнеры все будут привлекаться, показывать свои умения и навыки нашим молодым людям. Очень интересные такие разноплановые мероприятия, действительно. А вот что станет итогом этого слета? Определять лучших? Может, какие-то награды получат? Да, соответствующие награды получат все. Как минимум все участники 200 детей у нас получат брендированные продукции от «Движения первых», это федеральная. Плюс у нас все победители награждаются соответствующими медалями, грамотными, ценными призами. Это по направлениям, по программе. А также получат государственные знаки. Это по линии Министерства по делам молодежи. Лучшие из лучших будут награждаться юнормейскими медалями имени Феликса Поморцева. А также ждут наши медали всероссийские. Это юнормейская доблесть третьей степени, которую мы получили этим летом. Наши юнормейцы не приедут с районов, но мы будем их всех награждать. — Поговорим о самом движении юнормии. Сколько сейчас вообще ребят насчитывает это движение у нас в республике? Насколько оно популярно? В каких районах присутствует? — Движение у нас активно развивается. Практически во всех муниципальных районах у нас созданы местные отделения. Юнормейские отряды уже насчитываются у нас 213 юнормейских отрядов. Около 10 тысяч юнормейцев у нас уже вступили в это движение. И наше юнормейское региональное отделение является одним из лучших в Дальневосточном федеральном округе. По итогам всероссийского осмотра конкурса на Кубок заместителя министра обороны мы занимаем третье место ежегодно. И наши юнормейцы участвуют во всех ключевых мероприятиях, проводимых по линии главного штаба юнормии, проводимых по линии органов исполнительной власти нашей республики. Ежегодно выезжают на всероссийские форумы, слеты. В этом году у нас побывали в парке Победы по линии Министерства обороны. Отдыхали летом на всероссийских детских центрах Океан. Кстати, в сентябре у нас наши юнормейцы Нерингринского района, пятеро юнормейцев, и города Якутска, дома юнормии, поедут на всероссийский детский центр Океан на образовательную программу Орден Дружбы. И активность большая в муниципальных районах, во всех, скажем так, районах у нас движение идет. Звонят, пишут, как создавать, какие у нас требования по форме одежды, какие документы подаем. Если раньше мы звонили им, когда создавалось, сейчас уже, наоборот, нам звонят, спрашивают, вот мы хотим, расскажите нам, очень интересно. Также пишут сами школьники, юнормейцы, пишут на электронную почту, вот меня как-то зовут, мой телефон, пожалуйста, мне, или родители спишут, вот мы заинтересовались в нашем движении, вот, и как вот здесь быть, кому обратиться, и так далее. Ну, все объясняем, рассказываем. Ну, вот как раз, пользуясь случаем, есть возможность рассказать на всю республику, да, расскажите, как попасть в юнормию, что для этого нужно сделать, какими-то, может быть, навыками необходимо обладать. Ну, главное, это добровольные желания, потому что это общественное патриотическое движение, здесь никаких ограничений нету, от 8 до 18 лет у нас вступают ряды движения, нужно обратиться по месту жительства, по месту учебы в первую очередь, это первичный учет проводится в образовательной организации, потом далее у нас местные отделения формируют, и далее у нас региональные отделения уже принимают их в единый реестр. И вступление в ряды юнормии с прошлого года стало очень доступным, благодаря информационной технологии. Юнормейцы самостоятельно скачивают мобильное приложение юнормеец, регистрируются и сразу получают различные активности. То есть они через юнормейские приложения могут участвовать во всероссийских мероприятиях и зарабатывать баллы. И по итогам баллов их могут пригласить напрямую на всероссийские различные активности, форумы и лагеря отдыха и оздоровления. Поэтому сейчас нет такого, что где-то искать информации. Есть очень хороший сайт, поэтому все доступно. Ну вот вы уже перечислили некоторые мероприятия, наверное, одно из основных это будет, конечно же, слет. Вообще, что еще планируется в будущем юнормии? Что-нибудь расскажете о каких-то перспективах, может быть, на будущем? У нас создаются во всех субъектах так называемый Центр юнормейской подготовки Дом юнормии. В прошлом году у нас в Якутске также мы открыли. Это при поддержке нашего правительства Республики Саха-Якутия, благодаря соглашению, который мы также сумели открыть этот центр. И у юнормейцев есть очень хорошая возможность заниматься. Все юнормейцы города могут посетить данный центр. И в этом плане мы хотим расширения. В муниципальных районах мы планируем также создавать такие центры. Закон о патриотическом воспитании Республики Саха-Якутия, который был принят в прошлом году, это позволяет. В центре патриотического воспитания «Авангард» сейчас еще также у нас создается. Идет работа по созданию центра «Авангард» в Нерингудинском районе. И муниципальные образования могут самостоятельно, также при поддержке движения юнормейцы, могут создавать такие центры на местах. То есть и претендовать на федеральные субсидии, на оснащение центра непосредственно в районе. Ну что ж, Александр Николаевич, не секрет, что у нас патриотическое воспитание занимает особое место в нашей стране. Желаем, конечно же, развития юнормии и успешного проведения республиканского слета. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь на нашем канале.